Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. В конце марта мы выехали на участок и решили снять выпуск по чек-листу обязательных работ апреля. Буквально несколько дней осталось до наступления нового календарного месяца. Там будут новые хлопоты и нужно составить четкий список, чтобы ничего не пропустить. Солнышко просто ослепляет в теплицах, температура разгоняется до 40 градусов. У нас, например, уже градусники зашкалили, поэтому открываем для проветривания, чтобы воздух не заставился. Ну а теперь давайте поговорим подробно по блокам, что нужно сделать в саду, огороде и в цветнике. Давайте начнем с сада. Если вы не привели в порядок плодовые деревья, срочно это сделать. До начала сокодвижения нам нужно провести санитарную обрезку. Когда растает снег, аккуратно, не вдавливая и не втаптывая в влажную почву грязь, это опавшие листово, мумифицированные плоды, которые рассыпались в течение зимы и провалились в снег и все это подтаяло, нужно обязательно убрать, навести порядок в престоловой зоне каждого плодового дерева. Мы говорили, что рекомендовано провести побелку и защиту стволов деревьев от мартовского яркого и февральского солнца еще с осени. Если вы этого не сделали еще в марте, то еще не поздно защиту сделать. Пользуйтесь специализированными побелками и обязательно все места срезов, особенно спилов крупноскелетных ветвей, изолируйте специализированные средства. Например, используйте садовый вар. Кроме этого, если у вас было очень мало снега, живете вы в засушенном регионе, то из последних, скажем так, остаточков снегового покрова лучше сделать снега, удерживающего мероприятия. Накидайте немного в престоловую зону, пускай влага проходит к корням. И вот в это время можно сделать первые подкормки. Это тема нашей отдельной передачи. Сейчас мы не будем в это углубляться. Еще нужно укрепить обязательно на основании ствола ближе к поверхности почвы, ловчие пояса и провести самые необходимые обработки, которые соответствуют температурному режиму в вашей климатической зоне от вредителей и заболеваний. Напоминаю, что все обрезки плодовых деревьев, кустарников мы должны сделать до распускания почек. У нас в средней полосе это первая декада апреля. Как правило, уже начинается сокодвижение активное, поэтому нужно поторопиться. Сейчас несколько слов об весеннем уходе за ягодными посадками, кустарниковыми, именно в начале апреля, в течение всего месяца. У нас у всех с вами разные участки, и ягодные посадки расположены в разных зонах. Например, у меня они идут по периметру забора, но они освещены неравномерно, поэтому почва прогревается тоже в разной степени. Поэтому, как только сходит снег, также наводим порядок в престолововом пространстве, там, где у нас находится прикорневая зона, проводим рыхление, отодвигаем мунчу, чтобы корневая зона вся прогрелась, может совместить с внесением всех органических и минеральных комплексов, осматываем на предмет вредителей, делаем профилактические обработки. И еще особый, скажем так, нюанс именно ягодным посадкам, которые находятся под укрытием. Не спешите их снимать до середины апреля, пускай растения постепенно прогреваются и адаптируются, и не забывайте открыть продухи для того, чтобы была свободная циркуляция воздуха, чтобы растение у вас не с апреля. Мы переместились в цветниковую зону. Наконец, в март у нас сделаны уже следующие работы. Мы убрали излишки снега. Очень толстый снеговой покров был у нас именно в посадках роз. Видите, у нас здесь каркасы деревянные, укрытые довольно плотным геотекстилем. Это дышащий материал. Он не позволяет заставиться влаге внутри укрытия. Соответственно, растения дышат. Снимать еще все очень рано. Поэтому, когда у нас уже не будет отрицательной температуры по ночам, мы откроем продухи с торцевых частей для того, чтобы растения вентилировались. Но чтобы их не обожгло солнце, пока укрытия снимать не спешим. То же самое это касается и хвойных растений, которые у нас укрыты в другой части участка. Давайте подойдем и посмотрим, как они у нас перезимовали и как мы их подстраховали в конце марта и начало апреля. На начало марта у нас туи, которые расположены вдоль забора, вообще не видно было из-под снега. Пришлось их откапывать и накрывать сразу прям по снегу без закрепления обычной сеткой, которую мы используем для притенения теплиц плотностью 55. Таким образом мы их защищаем сейчас от солнечных ожогов. Посмотрите, они у нас сейчас стоят, стянутую бечевку. Вот эту бечевку, ПВХ-шпагат, нужно обязательно тоже распустить, чтобы растения свободно распустили свои побеги и не сапрели сейчас от повышенной влажности. Мы у одной из шпалер с виноградом. Здесь снег уже протаял, поэтому мы уже сняли все плотное укрытие. Оставили только сейчас верхним слоем с продухами, с такими. Это подложка для ламината. Весь виноград у нас уложен на хвойный лапник. Пока его тоже не убираем, оставляем сквозные продухи для того, чтобы происходила вентиляция. Ночные, морозные, как говорится, моменты у нас еще будут, поэтому раздевать виноград и другие кустарники пока не спешим. Особенно это касается, как я уже сказала, роз. Одна наша подписчица сетовала на то, что осенью в розовых посадках и среди многолетних декоративных культур, которые у нее росли непосредственно в входной зоне, в цветниковой зоне, до установления снегового покрова очень сильно пролило дождем и сразу резко заморозовалось вот это все. А потом появился снежок. Укрыть ничего она не успела, дуги просто не входили в землю, поэтому ушел, как говорится, на Божью волю. Сейчас она в комментариях спрашивает, что делать в результате такой зимовки. Кора на розах начала лопаться. Я посоветовала, если позволяет температурный режим, обработать посадки роз любым адаптогеном, который из садовой аптечки, обязательно накрыть спонбондом, геотекстилем, желательно светлого цвета, чтобы они не сгорели продуктивные почки, которые остались живы. И, конечно, если она говорила, что вода стоит в прикорневой зоне, берите лом, и там, где нет корней, то есть между рядами, разрушайте ледяной пацель для того, чтобы дренировала вода вниз лежащие слои. То же самое мы делаем и в случае застоя воды на газоне. Копаем канавки и отводим воду, чтобы у вас газон в посадках не сопрел. А теперь переходим к неотложным делам апреля именно в огородной зоне. Здесь, как правило, максимальное количество работ, которые нужно сделать очень оперативно. У меня, например, 4 теплицы, настоящее тепличное хозяйство, поэтому сейчас, после зимы, мне нужно будет ополоснуть их изнутри, поскольку я проводила промораживание почвы, и патогены, которые выделялись с выделениями от почвы, они оседали на стенках теплиц. Чтобы они у меня не вернулись, как говорится, нужно провести обработку еще повторно. Обязательно, если почва сухая, и вы не сделали снегований грядок в теплице, сделайте это остаточками снега, который у вас лежит в конце марта. Почва и почвенные биоты скажут вам огромное спасибо. Кроме этого, влажная почва быстрее прогревается. А для ускорения ее прогрева можете застелить уже подготовленные грядочки пленкой. И таким образом вы буквально на неделю с лишним пододвините срок высадки культур именно в тепличное свое хозяйство. Еще, что касаемо теплиц, хотел сказать, что сейчас это отличное подспорье именно в выращивании рассады. Как только у вас позволит микроклимат, я не говорю, что это первая половина апреля, будете действовать по обстоятельствам, когда уже будет достаточно тепло ночью, то есть это плюсовая температура. Если у вас есть возможность подогрева в виде инфракрасных обогреватель, тепловую пушечку поставить, допустим, а дома вы задыхаетесь от рассады, делайте временные тоннели, ставьте какой-то, допустим, буфер от почвы в виде листов пенопласта, утеплителя, ввели перевернутые контейнеры овощные, и выставляйте рассаду немножечко с разбежки, чтобы она вентилировалась. Но чтобы я обожгала солнцем, вот тоннели накрывайте обязательно плотненьким спонбоном. Не 30-м, не 17-м, а берите 60-м, и можно даже толще, потому что солнце сейчас ядреное, и если нет сетки, допустим, которую вы сняли на зиму с теплицы, чтобы лучше снег сходил, можно рассаду просто потерять. Будут белые, буквально выжженные пятна на листьях, особенно перчик, это к этому склонен, у него листовая пластинка большая, нежная, поэтому не провороньте рассаду. Сейчас первый пионер в выносе на закаливание – это виола, земляника, репчатые лукроссады, поэтому смело их можно выставлять. Если ночью глубокий минус, убираем домой, а днем пускай гуляют. Еще можно подготовить уже грядки. Почва оттаяла, поэтому формируем лунки. Я сразу лунки заправляю вот таким вот аминосилом, гранулиром. Это универсально, который подходит в том числе для всех видов культуры, декоративно-листных растений, цветочных культур. То есть можно незадачиваться, использовать его на всех фронтах. И в контейнерном огороде, как я это сделала недавно, заполняя полностью все свои емкости, добавляя туда гранулы, соответственно, когда подойдет время и температура, я быстренько высажу рассаду в подготовленные емкости. У меня все будет уже готово. Растение получит комплекс питания на целый месяц, мягко, именно с витаминами, которые укрепят корневую систему, зарядят их иммунитетом, бодростью и повысит их степень приживаемости на новом месте. А это очень важно, потому что отрицательных факторов на старте сезона очень много. Скачки влажности, температуры и, соответственно, солнечная инсоляция тоже будет в виде адаптирующего фактора на растения влиять. Они тоже должны привыкнуть. Еще один маленький секрет именно в подготовке теплицы к более ранним посадкам, для того, чтобы прогреть корневую зону, вот именно там, где у вас будут корни у саженцев растений. Как я это делаю? Я формирую либо канавки, либо луночки. Вынимаю землю, формирую ее по бокам. Таким образом получается углубление. И оно тоже эффективнее прогревается. Потому что верхний слой почвы мы с вами сняли сразу на глубину залегания корневой системы. И ниже у нас почва прогревается. Останется потом только полить, посадить саженец, разровнять прогретую землю с боков. И таким образом мы формируем первые посадки в немного укороченные сроки высадки. Еще немного, и мы начнем устанавливать продники и теплицы, у кого их еще до сих пор нет на участке. Таким образом почва тоже в таких защищенных укрытиях будет эффективнее прогреваться. Если используете мульчирование с осени на грядках, обязательно нужно мульч раздвинуть, чтобы почва у вас тоже прогревалась. И маленький совет. Если будете покрывать свои проники для прогрева почвы, лучше это сделать пленкой. Потому что спонбонд, он дышащий, и в ночной перепад температуры он тепло полезный будет отдавать. Поэтому лучше, конечно, сверху пленочный слой на спонбонд все-таки укрепить, чтобы у вас полностью был готовый, как говорится, полуфабрикат. Грядка прогреется, и каркас у вас уже будет подготовлен. Останется только подготовить луночки и быстренько высадить рассаду. И один важный момент. Если с осени и за зиму не продумали схему посадки всех своих овощных, цветочных, декоративных культур в огородной, цветниковой и входной зоне, и также в теплице, сделайте это сейчас до высадки. Потому что сразу по наступлению благоприятных условий нужно будет делать все и перевозить рассаду, размещать ее где-то. Она будет в стаканчиках пересыхать, поэтому продумайте запас поливочной воды именно в теплице, чтобы она у вас в дневное время прогревалась. А еще лучше, если вы снеговой водички запасете. Это очень мягкая, талая вода, которую вы будете разбавлять горячей и будете поливать уже свою рассаду. И в том числе у вас будет меньше времени, чтобы сообразить, куда что посадить. Поэтому сейчас план себе составьте. О том, что посеять в конце марта и в начале апреля, мы расскажем в отдельном выпуске. Иначе у нас сегодня получится целый художественный фильм. Мы в общих чертах вам план работы дали. Это особенно касается тех, у кого только появились участки, кто будет первый сезон с нами проводить. Надеюсь, что наша информация поможет вам не потеряться, не растеряться и все сделать вовремя.